Всем привет, ребята! Сегодня мы с вами поговорим о том, как проработать свои травмы и обиды. Есть несколько способов. Ой, у меня тут кое-кто пришел. Вот способ номер один. Заведите домашнего питомца и будьте постоянно с ним на связи. Вы будете поглощены питомцем, особенно новым, да? Будете постоянно о ком-то заботиться, и это вас фактически изменит. И обиды будут как бы в стороне, но мы сейчас не об этом. Нам придется этот выпуск провести вдвоем. Вдвоем. Лучший способ перестать обижаться на кого-то, это включить свое воображение. Смотрите, есть такой способ. Вспомните самое ужасное, что у вас в жизни было. Я не предлагаю вам погружаться в это целиком и полностью. Просто вспомните. А теперь представьте себе, что с этим человеком произошел так называемый кармический бумеранг. Представьте себе, что он получил гораздо больше, чем сделал вам. То есть включите свое воображение для того, чтобы вытеснить из своего подсознания и, соответственно, воспоминаний момент, что вы, так сказать, не закрыли гештальт. Второй момент. Можно написать письмо своему внутреннему ребенку. Буквально вот вспомните себя в детстве, даже можете найти свою фотографию с детства и пишите буквально «Дорогая Аня, дорогой Алексей, я не знаю, спешу тебе сообщить, что мы многого достигли, я очень тобой горжусь, ты самодостаточный, самодостаточная, ты красивая». Ну, в общем, вспомните все свои лучшие качества. Даже если вы не можете вспомнить, вы обязаны себе придумать. Пишите от чистого сердца. Для чего это делается? Для того, чтобы связь между вашим взрослым «я» и вашим детским «я», так как у нас этих «я» есть два, и они как бы контактируют постоянно между друг другом, чтобы они были в гармонии. Тогда вы почувствуете, что обиды, которые вас, ну, как бы, замучили, они немножечко так отступают. Вы должны просить прежде всего себя за то, что вы позволили себе находиться в тех ситуациях, в которых были. Нам кажется, что люди, которые нам нанесли ущерб какой-то, моральный или физический, виноваты целиком и полностью. Но на самом деле мы же все ответственны за свою судьбу. Понимаете, да? Получается, что в какой-то степени мы виноваты. И, по сути, мы обижаемся-то не на них, а на самих себя. Поэтому в письме обязательно указывайте «я прощаю тебя за то-то, то-то, то-то». И поверьте, если вы будете писать часто или даже ежедневно, в какой-то момент вам станет невообразимо легче. Вы почувствуете, что некоторые ситуации стали, ну, менее негативными, несмотря на их силу и на то, как они давят на мозг. А третий момент, который я хотела бы вам озвучить, это о том, что можно посмотреть на ситуацию с разных сторон. Буквально. Смотрите, например, берем ситуацию в школе. Вот вас булили, кто-то вас столкнул, вы упали. Никто вас не защитил, вы не могли себя защищать по разным причинам. Как правило, это исходит из семьи. Если в семье нет доверия, то в школе, как правило, дальше все это вас преследует. Вы не можете, как бы, ответить ни кулаком, ни словом. И это все очень затяжно. Вы вспоминаете эту ситуацию, любую, которая у вас была. Вспоминаете, кто был жертвой, кто был обидчиком. Ну, в данной ситуации вы жертва, к сожалению. Распишите, либо в голове, либо в письме, кто что в этот момент думал и почему так поступил. Вам, правда, станет от этого и легче. Встать на место другого человека никогда не поздно. Вот представьте, вот эту ситуацию возьмем. Такой-то там Алексей, не знаю, побил вас. Что было на уме у Алексея в этот момент? И давайте пофантазируем. Отец там его наказывает или еще что-нибудь происходит похуже. И ему негде отыграться. И он выбрал вас, потому что почувствовал, что вы даете слабину. И вы можете ему не ответить никак. Не защищаете самих себя. Стало ли легче? Немножко стало. Потому что таким образом мы с вами, как взрослые люди, понимаем, что ничего не бывает просто так. Вы не виноваты в том, что с вами это произошло. Вы просто как бы оказались под горячей рукой. Тут ситуация гораздо сложнее и глубже, чем вы думаете. С позиции ребенка очень сложно воспринимать все такие вещи. Теперь вспомните, что чувствовали вы в этот момент. Вот вас ударили, вот вам сделали больно. Ваша реакция. Я не какой-то неправильный. Я всегда виноват или виновата. То, что меня бьют, это правильно. Ну, конечно, это неправильно. Но в системе координата ребенка, которая живет по этому принципу, вы совершенно не виноваты в том, что вы не ответили. Это ваш способ общаться с людьми. Способ ответить им или не ответить. И то, что так происходит, это тоже зависит от воспитания родителей. И если нет чего-то, то его, собственно, и в школе быть не может. Это как остаточный эффект, как соль, которая села на дно, и ее никак не вымыть. Мы сейчас уже проговорили две позиции. Давайте представим, что мы, взрослые, смотрим на эту ситуацию, и она происходит прямо сейчас. Что бы мы сделали? Мы бы восприняли это как два несчастных ребенка. Один несчастник другого. Один ищет слабого, другой не может ответить а-ля сильному. На самом деле, слишком сильных не бывает, обидчиков. Это все мифы, потому что люди с низкой самооценкой, они не стараются себя защитить. Они вообще считают, что так и должно быть. А когда они вырастают, у них столько комплексов, и они не понимают, откуда это все. А на самом деле, все из глубокого детства. Ну вот мы посмотрели на эту ситуацию, поняли, что по-другому быть не могло. То есть, что один, что второй, оба виноваты. Что на выходе? Нам стоит обижаться, наверное. Приятно, что досмотрели до конца. Всем хорошего дня. Смотрите другие выпуски. У меня их достаточно.